Минская Динамо в рамках КХЛ принимала Слован из Братиславы. О том, чем завершилась белорусско-словацкая дуэль, поведает следующий сюжет. Первый домашний матч 2015 года Минская Динамо играла с командой, с которой встречи у зубров практически всегда получаются напряженными и нервными. Слован, соперник для минчан неудобный, и ход матча это лишь подтвердил. Да, Динамо победы добилась, что не может не радовать. Но вот нервы минчане своим поклонникам все же немного потрепали. И если бы не отлично играющий Ларс Хауген, кто знает, на чьей стороне в итоге была бы победа. Основное время матча завершилось со счетом 2-2. Забивали Ленгле и Веске. Притом динамовцы не сумели удержать преимущество и пропустили всего за 3 минуты до, казалось бы, финальной сирены. В овертайме счет не изменился, и все решили булиты. В них сильнее оказались зубры благодаря голам Веске и Степанова, а также двум сейвам Ларса Хаугена. 3-2 в пользу Динамо. Густой туман, накрывший сегодня немецкий Оберхоф, стал причиной того, что мужская эстафетная гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону оказалась отложена на полчаса. Впрочем, эти 30 минут в прямом смысле погоды не сделали. Плотная пелена держалась над стадионом на всем протяжении эстафеты. В качестве бонуса стреляющие лыжники получили также резкие порывы ветра, что возвело точную стрельбу в этой гонке в ранг подвига. Победителями из этой круговертии промахов и падений в итоге вышли представители России. Антон Шипулин, который бежал у наших восточных соседей на заключительном этапе, обошел норвежца Оля Эйнера Бьерндалена буквально на последних метрах дистанции. В итоге норвежская команда отстала от россиян на 2 с небольшим секунды. Третья с отрывом от лидера в полторы минуты пришла к финишу команда Франции. Белорусы, как обычно, не впечатлили стрельбой и скоростью на лыжне и приняли самое верное в данной ситуации решение – не финишировать вовсе. Между Мозамбиком и Австралией. Именно такую позицию на футбольной карте мира занимает Беларусь, если верить свежему рейтингу FIFA, опубликованному сегодня. По сравнению с декабрьским реестром для нашей сборной не поменялось ровным счетом ничего. Она по-прежнему 99-я. Не изменилась и первая тройка. Германия, Аргентина и Колумбия все так же недосягаемы. Юношеская футбольная сборная нашей страны продолжает выступление на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Лихо справившись с латышами и эстонцами в первом групповом раунде, сегодня белорусы встречались со сверстниками из Словении на втором этапе турнира. Несмотря на то, что наши земляки отличились первыми, удержать победу им не удалось. Во втором тайме балканцы проявили характер и вырвали Викторию 2-1. Завтра в 19.00 белорусские юноши начнут выяснять отношения с россиянами. Легкая атлетика – базовый спорт для развития общества, считает президент Европейской ассоциации этого вида спорта Хансерк Вирц. С одной стороны, это праздник, а с другой – укрепление здоровья нации. На встрече со спортивными функционерами нашей страны в Национальном олимпийском комитете гость отметил стремительное развитие лёгкой атлетики в Беларуси и уникальную спортивную инфраструктуру. Юлия Селепицкая побывала во всех уголках Минской арены, сопровождая высокого гостя. Для проведения чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2019 в закрытых помещениях Белорусской Федерации нужно ещё подготовить квалифицированные кадры, говорящих на иностранных языках. Я был в Минске 6 лет назад и должен отметить, что вы сделали огромный шаг в будущее. Стадион «Динамо», который сейчас на реконструкции, очень меня впечатлил. Мы не сомневаемся, что Беларусь справится с проведением топового турнира. Однако наличия уникальных и многофункциональных спортивных объектов недостаточно. У вас должна быть целая команда из таких, как Вадим Девятовский. Мы здесь, чтобы помочь вам в организации и подготовке. Заявку мы приняли, но помимо Беларуси на Европейский форум претендуют и другие страны, ведь в нашей ассоциации 50 национальных федераций. Всем интересно, конечно, детский спорт – это приоритеты, юниоры, юноши – это хорошо. Но взрослый чемпионат Европы – это было бы, конечно, вторым дыханием для отечественной лёгкой атлетики. Мировые форумы по лёгкой атлетике собирают многотысячные стадионы. Для зрителя очень важен угол обзора. Именно поэтому важный гость, восхитившись панорамой Минска-арены, отправился под своды арены на самую высокую точку и был удовлетворён увиденным. Вирц также посетил новый лёгкоатлетический манеж «Бгувка». Именно здесь, на базе университета, открывается первый лёгкоатлетический клуб. Клуб – это, во-первых, новый уровень открывается, конкуренция и всего. Европа держится на клубной системе и весь мир, и все виды спорта. И я думаю, что в нашей стране лёгкая атлетика тоже не должна отставать от этого. Я думаю, это будет хорошая поддержка для спортсменов. Теперь у высококлассных спортсменов будет возможность быть уверенным в завтрашнем дне и дополнительная мотивация на результат. На сегодня на спорте всё. Всем доброго. Смотрите СТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова